друзья приветствую вас на канале знать полезно перед тем как начать хочу сказать большое спасибо каждому из вас за поддержку и внимание вас становится все больше и уже очень скоро у меня будут первые в жизни 100 подписчиков на youtube спасибо что смотрите и верите в то что я делаю в этом видео хочу поговорить о зимней эксплуатации турбодвигателей а также о том как несоблюдение простых правил приводит к серьезным проблемам с турбиной и мотором в целом в этом видео вы узнаете как нельзя поступать с турбированными двигателями в мороз и какие правила следует соблюдать для того чтобы турбина служила правдой и верой многие годы усаживайтесь поудобнее будет интересно поехали среди автомобилистов есть немало мифов и страшилок о разрыве ремня грм прогревах и непрогрева двигателя и конечно же о правилах эксплуатации турбины в этом видео хочу поведать вам о том чего ни в коем случае нельзя делать в мороз владельцем авто с турбиной проще говоря обладателем турбовых движков наличием трубокомпрессора сегодня никого не удивишь иные моторы обладают двумя или даже тремя турбинами однако покупая такую радостную мощь или мощную радость мало кто ведает о том как правильно эксплуатировать подобные агрегаты многие не знают что наличие турбины накладывает на владельца определенные обязательства не соблюдая которые владелец довольно скоро вместо мощности и динамики может получить большие неприятности и неисправную турбину жители южных теплых регионов и стран в принципе могут спать спокойно так как наибольший урон турбина получает именно зимой в лютые морозы краткий экскурс в принцип работы турбокомпрессора во время своей работы улитка сильно нагревается а ее температура может достигать тысячи градусов проходя через турбину горячие выхлопные газы раскручивают турбину до 10 тысяч оборотов в минуту и выше при этом очень важно соблюдение рабочей температуры а также правильный прогрев и охлаждение турбин особенно критическая ситуация становится при минусовых температурах поэтому важно соблюдать правила эксплуатации мотора с турбокомпрессор в мороз при низких температурных значениях турбина как и весь двигатель достаточно сильно охлаждается подвижные части и трущиеся детали механизма различные валы подвергаются температурного воздействия масло сильно густеет его текучесть снижается и в итоге после холодного запуска турбина работает в условиях масляного голодания такое положение вещей негативно сказывается и на других деталях а также механизмах силового агрегата однако турбина ввиду конструктивных особенностей страдает чуть ли не больше всех в мороз когда происходит первый запуск холодный турбированный мотор нельзя подвергать нагрузкам сразу так как это еще больше усугубит и без того серьезный урон для турбин обеспечьте прогрев мотора а также трубокомпрессора на малых оборотах повышая их сразу после запуска двигателя пытаясь быстрее прогреть мотор и салон вы по сути уничтожаете турбину своими же руками когда обороты силового агрегата превышают две с половиной тысячи оборотов наддув выходит на рабочий режим закачивая воздух в систему если прогрев происходит неправильно то есть резко например сразу после запуска водитель начинает движение и стремительно повышает обороты двигателя происходит активное повышение температуры в результате которого расширяются материалы детали уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями до нескольких микрон при этом смазка все еще густая и турбина работает в условиях масляного дефицита существует высокий риск повреждения поверхностей которые работают фактически без масляной пленки и должного охлаждения которая частично также выполняет масло даже если сегодня мотор прогревался но после этого остыл при минусовых значениях вам следует снова выполнить полноценный прогрев турбированного двигателя в противном случае очень скоро у вас и вашей турбины возникнут большие неприятности первые тревожные звонки умирающей турбины как правило являются посторонние нехарактерные шумы который возникает сразу после запуска это может быть свист или гул который сопровождается обильным выхлопом сизого цвета при этом может наблюдаться масложор возникающий в результате проникновения масла сквозь люфты и зазоры все это поступает вместе с воздухом в выхлопной трак по мере прогрева двигателя и турбины шум и дым исчезают однако проблема никуда не уходит такой мотор при неисправной турбине существенно потеряет в динамике исчезнет тяга так как улитка больше не сможет обеспечивать оптимальное давление воздуха даже после прогрева мотора масложор останется так как в соединениях уже будут люфты а при высоких температурах ко всему прочему добавится и нагар на валах и подшипниках возникнет дисбаланс который постепенно разобьет подшипник и окончательно погубит турбину такой сценарий грозит тем кто пренебрегает прогревами двигателя а также тем кто прогревает авто на высоких оборотах и после старта холодного мотора подвергает двигатель высоким нагрузкам возникает вполне логический вопрос как правильно прогревать турбированный мотор в мороз ответ на самом деле весьма прост не брезгуйте пользоваться предпусковыми подогревами это раз второй момент сразу после запуска холодного двигателя при минусовых температурах не спешите начинать движение позвольте турбомотору немного прогреться для этого достаточно 3-5 минут работы на холостых за это время масло станет более жидким что позволит вам избежать масляного голодания когда мотор работает на холостых надув не активен он находится в режиме ожидания эта функция позволяет турбине избегать дефицита масла по истечении трех-пяти минут можно потихоньку начинать движение ключевое слово потихоньку турбомотор по-прежнему холодный а турбина все еще в группе риска ни в коем случае не крутите мотор выше двух двести двух пятьсот тысяч оборотов в минуту примерно в этих зонах просыпается турбина ваша задача начать неспешное движение во время которого вы экономите время кроме того прогрев во время движения намного эффективнее прогрева на холостых и что самое главное постепенно прогревая мотор на малых оборотах вы бережно подготавливаете турбину к началу эксплуатации когда температурная стрелка укажет на то что двигатель прогрет а из воздуховода в салон пойдет тепло вы можете приступать к полноценной эксплуатации турбомотора своего авто завершение работы силового агрегата с турбокомпрессором зимой также должна сопровождаться соблюдением определенных правил прежде чем заглушить прогретый мотор особенно после длительных поездок или после того как мотор подвергался нагрузкам дайте турбине немного остыть для этого достаточно позволить мотору поработать на холостых оборотах одну-две минуты это позволит снизить обороты турбины и получить плавное охлаждение если заглушить горячий мотор в мороз сразу после поездки разгоряченная турбина прежде всего лишается смазки но при этом продолжает вращаться поскольку для полной ее остановки необходимо какое-то время в результате турбонаду после остановки мотора продолжает работу фактически без масла так как масляный насос уже не работает поскольку двигатель заглушен далее следует резкий перепад температур турбина с отметки в 1000 градусов начинает стремительно остывать до минусовых значений это приводит к неравномерному расширению и сужению деталей в том числе их деформации происходит масса изменений на уровне металлов они становятся более хрупкими теряя былые свойства на поверхностях появляются микротрещины задиры которые процессе дальнейшей эксплуатации приведут к полному разрушению наддувного узла есть еще масса негативных моментов которые сопровождают вышеупомянутые процессы так к примеру остатки масла на рабочих поверхностях сначала пригорают когда вы резко заглушили очень горячий турбодвигатель затем они замерзают и закоксовывает подшипники валы металлические поверхности а также другие элементы турбокомпрессора все это неминуемо ведет к ухудшению производительности турбины в разы сокращая ее срок службы чтобы избежать подобных сценариев никогда не допускайте подобных ошибок следуйте рекомендациям перечисленным в этом видео и у вас никогда не возникнет проблем с турбиной на этом у меня все спасибо вам за внимание и поддержку если ролик вам понравился поставьте лайк это несложно и конечно же подпишитесь на канал знать полезно впереди очень много интересных видео сюжетов кстати рекомендуем посмотреть мои предыдущие видосы которые уже есть на канале там масса полезной информации традиционно хочу напомнить о том что лучший способ сказать автору спасибо это поделиться данным видео со своими друзьями пусть хорошие люди смотрят хорошие видео всем пока до новых встреч на канале знак полезный аппарат а а а а а